О белорусско-венгерских отношениях сегодня говорили во Дворце Независимости. Официально Минск готов развивать торгово-экономическое сотрудничество с Будапештом по всем направлениям. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли в Венгрии. Петер Сиярта находится в Минске с официальным визитом. В рабочем графике ряд переговоров и обсуждение перспектив взаимодействия стран в различных областях. Товарооборот между нашими государствами сейчас составляет около 200 миллионов долларов. И по мнению президента это далеко не предел. Необходимо переходить от простой торговли к кооперации и созданию совместных производств. В Венгрии выступает за развитие прагматичного сотрудничества между Востоком и Западом. Как отметит Петер Сиярта, жизнь научила. И Беларусь такой подход разделяет. Более того, уже несколько лет Будапешт реализует стратегию открытия на Восток. Это расширение политического и экономического диалога со странами СНГ, Китаем, Индией. А значит, Беларусь также в фокусе внимания. Да и в целом, как поделится своим наблюдением глава венгерского МИДа, в Европейском Союзе сегодня становится все больше сторонников развития тесного сотрудничества с нашей страной. У Петера Сиярта в Минске насыщенный деловой график. Прошли встречи в правительстве, в МИД и даже со студентами. Обо всем по порядку. Вероника Бута. 1200 километров до Будапешта, а до границы и того, ближе около 500, Венгрия, в тридцатке крупнейших бизнес-игроков Беларуси. Мы для Венгрии четвертый рынок на постсоветском пространстве. Страны продолжают укреплять торгово-экономические связи. Как будем двигаться дальше, взаимопонимание есть. Это подтвердили и сегодняшние переговоры во Дворце независимости. Чуть позже Петер Сиярта еще поблагодарит президента за эту личную встречу и возможность на высшем уровне обсудить перспективы не только белорусско-венгерского сотрудничества, но и более тесного партнерства нашей страны в целом с Евросоюзом. Глава венгерского МИДа не скрывает он за то, чтобы на политической карте было полное взаимопонимание, особенно когда речь о фактически соседях. Будет правильным, если я в начале нашей встречи поблагодарю вашу прекрасную страну, вашего лидера, вас лично, поскольку вы прежде всего отвечаете за внешнеполитический курс страны, за то доброе, что вы сделали для Беларуси, особенно нормализации отношений между Беларусью и Европейским Союзом. Мы об этом знаем, вплоть до буквы и запятой. Мы это очень ценим. И это один из креугольных камней фундамента наших отношений. Подход венгров прагматичен. Санкциями страны не развиваются. Развиваются они кооперации и партнерства. Тождество просто. Плодотворное сотрудничество равно росту экономики. Это не только позиция Венгрии. Петер Сиарта поделился своим наблюдением. В Европейском Союзе сегодня становится все больше сторонников такого подхода. Это честь для меня лично быть здесь. Также благодарю своего друга министра Маккея за то, что он так приверженно работает над развитием наших двусторонних отношений. Мы страна в Центральной Европе, которая выучила все уроки истории. И мы отлично понимаем, что жить намного лучше, если есть сотрудничество между Западом и Востоком. И мы хотим объединить свои усилия со всеми, кто также считает это важным. Мы продолжаем делать все, чтобы Беларусь тесно могла работать с Евросоюзом. Чуть позже о белорусско-европейской перспективе еще будут говорить в нашем МИДе. К разговору подключится упомянутый венгерским политиком Владимир Маккей. Минувший год был рекордным по количеству контактов с правительствами стран ЕС, с евроструктурами. Увенчался 2018-й и ростом интереса западных компаний. К слову, приводит цифры глава внешнеполитического ведомства Беларуси, этот рост уже второй год подряд. За 11 месяцев прошлого года взаимный товарооборот с Евросоюзом почти 16 миллиардов долларов без малого прибавили на четверть. Причем работаем в плюс. Сальдо положительное. Доля Европейского Союза в экспорте Беларуси за 11 месяцев прошлого года составила 31%. Год назад это было 26%. Доля России в экспорте Беларуси снизилась с 45% до 38%. Это говорит о том, что мы постепенно движемся по пути реализации той установки, той задачи, которую некоторое время назад поставил перед Министерством иностранных дел, вообще перед государственным аппаратом президент Республики Беларусь. Добиться диверсификации нашего экспорта, чтобы одну треть мы имели со странами Евразийского экономического союза, одну треть с Европейским союзом и одну треть с остальными странами более дальней дуги. Экономическое же сотрудничество Беларуси и Венгрии пока далеко от того, на что способны оба государства. Да, сегодня это логично, большая часть венгерской торговли приходится на государство ЕС. Однако в последние годы там тоже задумались о диверсификации в экономике, в том числе с фокусом на Беларусь. Пока же наш взаимный оборот товаров и услуг из года в год в среднем на уровне 200 миллионов долларов. Давайте откровенно скажем, что это смешная цифра, учитывая наши потенциалы, учитывая то, как мы были кооперированы, Венгрия и Беларусь в свое время, нашей экономики. То это только начало. И я вам хочу сказать, что вы это должны знать. Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество, к которому только готовы вы. И надо использовать здесь наше членство в Евразийском экономическом союзе, наши добрые отношения с Китаем. И тот путь шелковый, уже поезд ходит между Китаем и Европой, логистика выстроена. Мы готовы здесь представлять ваши интересы в то же время. Мы рассчитываем на то, что вы как член Европейского союза, притом весьма самостоятельный член Европейского союза, имеющий свою позицию, будете нас поддерживать. И сопряжение этих интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами. К тому же перед венгерским правительством сегодня стоит задача увеличить долю промышленности ВВП. Ключевые отрасли, которым будет оказана поддержка, зеленая экономика, автомобилестроение, обрабатывающая промышленность, военно-техническая сфера. Это как раз те отрасли, которым в Беларуси также уделяется серьезное внимание. Есть интерес к совместному производству автобусов. Президент предложил возродить и карусы. Вскоре в Могилеве создадут первое белорусско-венгерское сельхозпредприятие по переработке кукурузы. Дадут старт и совместному производству двухэтажных поездов. Планируем открыть линию по производству вагонов для железнодорожных составов. Всего предстоит изготовить 19 двухэтажных поездов. Это будет впервые в истории венгерских железных дорог. Их будут использовать на наиболее популярных направлениях. Первый образец будет готов уже к концу этого года. Ежегодно в Венгрии продается более тысячи тракторов. В основном средней мощности, которые востребованы венгерскими фермерами. Уверенно сегодня чувствуют на рынке фармацевтические компании. Это направление поддержат. Кроме того, обе страны сейчас возводят АЭС. А потому вскоре ждем совместных проектов в сфере атомной энергетики. Возводить в Венгрии белорусы собираются и жилье. Спустя почти 30 лет панельки там снова в моде. И нам есть что предложить. За основу для первого проекта взяли литовский вариант. Наши дома уже адаптированы под нормы Евросоюза. Учли и личное предпочтение венгерских покупателей. Приблизительно такой вид будет нашего дома, предлагаемого нашего дома на венгерской стороне. Вот сегодня над ним работают проектировщики совместно нашей венгерской стороне. Дом сам стал коридорного типа. Есть ряд особенностей у них по планировке квартир. У них, оказывается, пусть будет хоть маленькая комнатка, но у нас, чтобы было комнаткой. Балконы побольше, террасного типа. Хорошим подспорьем для развития бизнеса двух стран станет безвизовый режим, отметили гости. Упрощенными правилами уже воспользовались около 2000 венгерских граждан. Чтобы активизировать деловые округи обеих стран, Белоруссия и Венгрия подписали сегодня и целый пакет документов. И в первую очередь соглашение между правительствами о взаимной защите инвестиций. Над ним работали почти 10 лет. Оказывать поддержку совместным проектам с Венгрией готово и правительство Беларуси. Более детальную экономическую составляющую партнерства, как по нотам, разложат уже через месяц. В феврале в Минске ожидают с визитом премьер-министра Венгрии. Поэтому сегодня в Доме правительства обсуждали и возможные даты, и тематическую наполняемость. С акцентом на рынок Евросоюза, а также в унисон к китайской инициативе нового шелкового пути. О европейском будущем, правда уже с акцентом на миграцию, разговор в стенах БГУ. Венгрия на своем примере показывает и рассказывает об остроте проблемы. Она понимает, миграционное бремя не дает развиваться ни стране, ни Евросоюзу. Это тот пример, когда внутренние конфликты сдерживают внешние перспективы. Вероника Бута, Светлана Лукьянюк, Антон Малюта и Юлия Гризунт. Агентство теленовостей.